Чтобы найти разрушенные балконы, далеко ходить не надо. Достаточно прогуляться по центральным улицам города. Например, состояние таковых на улице Кошерина оставляет желать лучшего. Разрушенная бетонная плита, болтающаяся на ветру арматура. Все это висит прямо над головой пешеходов. Каждый день здесь хожу, балконы в отвратительном состоянии. То есть они могут обрушиться в абсолютно любой момент. Когда сосульки, весна и вот начинается зима осенью. Страшновато. Конечно страшно. А у нас есть выбор. А это еще здесь сухо. А вот когда сыро, вот там пройти нельзя. Мы идем по дороге. Переживаю. Но надеемся, что их реконструируют скоро. В скором времени. Сообщение о падении балконов на пешеходов федеральных СМИ не редкость. Встречаются подобные в Рязани. И неужели падение балконов или элементов опоры это вина жильцов? Юристы отвечают нет. Все собственники квартир платят управляющей компании или ТСЖ, которые и выполняют необходимый перечень работ по содержанию многоквартирного дома. Организации, которые собирают деньги за содержание жилья, ответственны в том числе за проведение вот этих планово-предупредительных проверок, которые в том числе необходимы для предупреждения аварийных ситуаций, чтобы не было никакой беды. И здесь не просто проверка пришли-ушли. Действительно составляется акт осмотра. Как металлического ограждения балкона, чтобы вы не упали вместе с этой металлической решеткой. И балконной плиты. Все это делается два раза в год. Если человек заметил, что балкон находится в ненадлежащем состоянии, то следует обратиться в управляющую компанию. В том случае, если они не захотят провести проверку, следует идти в суд. У этой проблемы есть и другая сторона, более трагичная. Балкон или его элементы, которые находятся в ненадлежащем состоянии, могут и вовсе упасть на проходящих под ним людей. Вы предъявляете требования, когда у вас уже есть соответствующие документы, что вот там-то случилось то-то, то-то. Ваши, если есть расходы, подтвержденные документально, вы просите возмещение ущерба и компенсации морального вреда. Если в досудебном порядке у вас ничего не получается в результате переписки, то в дальнейшем вы обращаетесь в суд. И как потребитель вы имеете право обратиться в суд по месту вашего жительства. Управляющая компания или ТСЖ должны следить не только за состоянием балконов. Олег Попов перечислил не менее 20 пунктов, которые входят в графу под названием «Содержание жилья». И проверки почти половины этих элементов, таких как балконы, должны проходить не менее одного раза в год. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.